Вы совершенно правы Этот принцип или фраза Торы из книги Баекра Знаменитая на весь мир, конечно, фраза Что в оригинале говорится Ваафта, Лираха, Каноха Или в переводах распространенной Говорится, люби ближнего, как самого себя Это настолько основополагающий принцип Что великий Арий, правительство Клория Рекомендовал, чтобы в начале молитвы В Шахарите, утром В Сидуре находилась бы эта фраза И она действительно находится во многих молитвенниках, в Сидурах Или сама фраза, или такие слова, что Я готов и хочу выполнить повеление Торы Это одна из 613 заповедей Вот это полюбить ближнего, как самого себя Я готов и хочу выполнить эту заповедь В начале другие заповеди не упомянуты А вот это упомянуты И Раби Акива сказал, что это Раби Акива, Великий Раби Акива Сказал, что это Квал Гадор Га Тора Основа Торы и прочее Почему так? Потом разберем другие ваши вопросы Потому что В мире существует некая единая душа Она была у Адама, первого человека Потом через ряд изменений Или, как говорят, пертурбаций И так далее 20 поколений прошло Это все вошло в Авраама Потом в Ицхака, в Якова И это общее Нешама Клалит Общая душа еврейского народа Которому поручено общее задание Еврейскому народу поручено одно общее задание Большое и уникальное Это исправить духовные поломки в мире И поэтому И поэтому это и заповедь возникла Потому что надо, чтобы эта душа, которая одна была Потом она после Якова распределилась через его сыновей и дальше В 600 тысяч основных душ И, соответственно, вариации миллионы Это единая еврейская душа Душа Израиля Называется И что такое любить другого? Другое, это значит тот, у кого есть эта душа Это определение ближнего Потому что в области духовной Эти обломки, кусочки душ, назовем так, осколки Они вместе, это общая часть Они все вместе Потом каждый человек, он отдельно, но его личная, его индивидуальная душа Часть вот этой общей души Этой общей души они вместе Это соседи, это близкие Это есть вот это Реа Слово Реа С Айном Означает Как от слова Роэ Пастыр, пастух Это общий коллектив Который разделяет общую судьбу И общую судьбу мы разделяем Друг с другом Каждый еврей разделяет это с другим евреем И каждый гер, который присоединился правильно И абсолютно точно к нашим народам Он тоже имеет этот осколок души И тоже вместе с нами Поэтому это и есть Реа Реа это тот, кто с тобой общую судьбу имеет В духовном смысле этого слова То есть каждый любой еврей И его положено любить И говорится кому, как самого себя Значит, что значит как самого себя Есть уровень, любовь это такая вещь бесконечная Так здесь говорится, что человек не может бесконечно любить Нужно дать ему какую-то норму любви Какой-то уровень любви Говорится уровень простой, как самого себя Вот как ты самого себя любишь Точно так же и люби другого Вот это теперь смысл понятен Люби вот этого другого У которого осколок той же души, как и у тебя Это любой другой еврей или гер Как самого себя Ты хорошо разбираешься И понимаешь свое отношение к себе Вот так же к другому Теперь После этого мне нужно ответить на ваш очень большой вопрос Почему говорится в Торе Лереха на иврите И полюбить другого Это винительный падеж И тогда предлог должен быть не ле Не лереха Лереха Но надо было сказать так Лереха Доказательство простого Каждый день говорим два раза в день Как минимум Шмай Стрел И начинается текст Кроме этой великой фразы Добавочно еще Сам текст Шмай Стрел Начинается с таких слов Гавта Эд Гашем илокеха Вихоле Афха Вихоле Афха Вихоле Афха Вихоле Афха Вихоле Афха Вихоле Афха И ты должен любить Всевышнего Который управляет твоей судьбой Всеми возможностями Всей душой Всем сердцем И так далее И так далее И там говорится Эд Еще раз Гавта Эд Гашем илокеха Эд Винительный падеж Кого? Что? Всевышнего Ты должен любить Всевышнего Всем сердце Всей душой Всевозможностью Так почему тут говорится Лер Аха Должно было бы то же самое Как в Торе Гавта Эд Эхаха Почему Лер Аха Большой вопрос Его часто задают Очевидно Совершенно Ответ Или один из возможных ответов Вот какой Я думаю Он очень Наиболее правильно Подходит Эд В иврите Вот эта частица Эд Винительный падеж В себе содержит Еще и Элемент Такой Совместности С То есть Когда говорится И полюби Ты должен любить Всевышнего Эд Несколько детей Он всех любит Так что Любить кого-то Это не значит Что уже совсем Нельзя любить Другого Дело не в этом Можно Значит Просто тут Имеется в виду Что-то Казалось Вместе с Всевышним Разве есть еще Что-то Ни в коем случае Есть только Всевышний Что означает Любить его Эта Шевел Кефа Если кроме Него Нет никого Нет никого Но есть Что-то Что приводит К любви К нему Что Помогает Любить Ему Что Разъясняет Это Что Укрепляет Тебя Это Учителя Тора Это Праведники Поэтому Эта Шевел Кефа Любить Всевышнего И Учителей Торы Вот Наш Подход Таким Образом Мы Три тысячи Лет Живем Как Евреи Преклонение Почтение И уважение К учителям Торы Огромное И Это В этой Фразе Кефта Эд Хашем Ну Кефа Любить Всевышнего Но вокруг Еще есть Тот И Тебе Помогает А когда Ты Хочешь Любить Другого Человека Не надо Примешивать Никого Как Отец Любит Детей Он Любит Этого Ребенка И Он Любит Другого Своего Ребенка Нет Противоречия Никому Но Когда Он Любит И Помогает И С этим Ребенком Он В этот Момент Не должен Заниматься Ни Хем Он Должен Целиком Дать Свою Любовь Этому Ребенку И Так И С Ближним Целиком Ему И Это Совершенно Не Отнимает Наоборот У нас Повеление Любить Каждого Еврея Совершенно Не Отнимает Ничего Но Если Любишь И В этот Момент Еще Думаешь Про Других Евреев Значит Ты Не Очень Этого Любишь Это Некий Только Какая Фигурка Для Тебя А Это Не Так Ты Его Любишь Действительно Всерьезно Поэтому В эту Секунду Ты Не Думаешь Про Других Евреев А Потом Ты Будешь Про Некий Думать Как Про Него Поэтому Лераха Направляет Тебя На Этого Человека И В эту Секунду Только На Него Я Думаю Что Я Помог Вам Надеюсь Что Стало Лучше И Я Разделяю Ваши Наблюдения Что Вы Пишите Что Действительно Вас Есть Тут Какие-то Вариации Как Переводить Можно Так И Так Мы Переводами Не Занимаемся Нам Нужна На Иврите Фраз На Небесном Языке Вы Ее Знаете Я Знаю Наши Вот Те Кто Слушали Читают Тоже Ее Знают Именно Так А То Что У Вас Есть Легитим Прочтение Легитим Любое Прочтение Потому Что Главное Не Прочтение На Русском Языке А На Иврите А Вот Например Вы Пишите Что К сожалению Действительно Помогает Только Любить Ближнего Человека В смысле Такого же Как Ты Похожего На Тебя И прочее Да Это Факт Жизни Конечно Ваши Наблюдения Верные Но Заповедь Тора Дается Как Заповедь Именно Потому Что Тяжело Любить Человека Который Не Такой Как Ты Если Б Такой Как Ты Не Был В этой Заповеди Это Совершенно Как Говорится Вот Видите Собъем Выключить Телефон И Сейчас Выключили Все Понимаете Это Не Так Это Совершенно Не Так Что Надо Любить Только Того Кого Удобно Любить Опять Та же Модель Отец Любит Ребен Допустим Несколько Детей Нет Такого Если Это Нормативный Правильный Отец Или Мать То же Сам Но Просто Два Лужи Пример Отца Что Он Будет Любить Одного И Не Любить Другого Это Наоборот Запрещается Даже Нельзя Показывать Если Даже Есть Такое Нельзя Это Показывать Потому Что Приводит К Разделению Историю Иосифа И братьев Не Помню Нельзя Даже Показывать И Поэтому Конечно Удобнее Любить Того Кого Удобно Любить Но Заповед Наш Любить Каждого Игре Потому Что Его Душа И твоя Душа Они Часть Одной Души Они Вместе Вот Так Поэтому Надо Любить Каждого Игрей И Нужно Обязательно Сказать Потому что Есть Такие Тенденции Я Принимаю Всех Я Люблю Всех Так Называемой Неумной Всеобщей Любви А Именно Как бы Человек Не Вел Себя Я Люблю Это Правильно А Как бы Я Не Вел Себя Я Поддерживаю Его Дела Поддерживаю Это Неправильно Я Совершенно Не Должен Не Обязан Совершенно Не Обязан Поддерживать Каждое Дело Каждый Поступок Другого Игре Совершенно Нет Это Это Не Относится К Любви Отец Должен Если Он Правильный Отец Он Должен Любить Ребенка Что бы Тот Ни Делал Без Всяких Условий Он Совершенно Не Должен Отобрять И Поддерживать Какие-то Поступки Своего Ребенка Это Совершенно Разные Вещи Поступки Это Одно А Любовь Это Другое Любят Без Условий А Одобрять Нет Поэтому Чтобы Не Было Тут Между Строк Немножко У вас Расскальзывает Огорчение Что любят Близких А надо было Любить Всех Так Любить Всех Можно Любить Но Поддерживать Поступки Не Обязательно И Даже Нужно Уметь Помочь Другому Человеку Повысить Качество Своего Поведения Не Противоречить Любви И Обратно Стоит Только Помочь Другому Все Он Сразу В позу Может Встать Так Значит Ты Меня Не Любишь Неправда Это Еще Больше Любить Чем А так И Правильно Неправильно Другое Дело Но То Что Я Хочу Я Надеюсь Достаточно Уже В этой Теме Можно Говорить Бесконечно Много Это Бесконечная Тема Опять Вернемся К Началу Великий Ария Кадош Дал Рекомендации Который Уполняется Во многих Ситурах Перед Началом Утренней Молитвы Эту Фразу Прочитать Подумать О ней И Выразить Такое Молиться За весь Еврейский Зарат Народ И за каждого В отдельности Это Можно И нужно Так Думать Все Доброго До свидания